Главной задачей транспортников была замена всего подвижного состава города. Сегодня на городских и пригородных маршрутах работают лишь автобусы большой вместимости. 463 машины отвечают всем требованиям доступности. Пользоваться новыми автобусами могут как маломобильные граждане, так и инвалиды по зрению слуха. Машины оборудованы кнопками вызова водителей, системой «Говорящий город». Для глухих работает бегущая строка. Сделали мы все до начала даже Олимпийских игр. Это было беспрецедентно. 100% парк был заменен и увеличен практически в два с лишним раза муниципальный и общественный транспорт. Теперь доля рынка, который обслуживает муниципальные предприятия, составляет порядка 70%. Но я хочу сказать, что практически вся маршрутная сеть охвачена автобусами, которые имеют доступность. Затронули на пресс-конференции и вопрос, который сегодня волнует всех автовладельцев. Это будущее Олимпийских полос. Начальник городского управления транспорта отметил, что они станут полосами для общественного транспорта. Как показывает практика, это хороший способ избежать заторов. О проделке на работе отчитали все представители транспортной дирекции Олимпийских игр, обеспечивающей обслуживание клиентских. Всего за период проведения Олимпийских игр автобусами транспортной дирекции, в том числе и автобусами для перевозки маломобильных групп граждан, было перевезено порядка 800 тысяч человек, что соответствует более 3 миллионов поездок. Это только в период с 7 по 23 февраля. Во время пара Олимпиады транспортная дирекция обеспечила более миллиона поездок на так называемых Олимпийских автобусах. Они прибыли в Сочи из Московской области, Татарстана и Санкт-Петербурга. Кстати, уже 19 марта весь этот транспорт отправится в свои регионы. Что же касается маршрутной сети города, то кардинально меняться она уже не будет, заверяют специалисты. Говорить о том, что мы чего-то достигли и дальше маршрутная сеть не будет развиваться, об этом тоже говорить нельзя, потому что растут микрорайоны, растут потребности, появляются новые торговые объекты. И, конечно, жители и гости просят к точкам притяжения им также пускать общественный транспорт. Уже с понедельника город заживет привычной жизнью. Напоминанием же о прошедших зимних играх останутся все нововведения, в том числе в транспортной инфраструктуре, к которым сочинцы уже успели привыкнуть. Это и есть постолимпийское наследие.